И всем привет дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала. Для вас вещает Роучерид. Сегодня у нас пойдет о новой технике, которая у нас появится в ближайших патчах, таких как 0.21, 0.22 и так далее. Поехали! Ну и первый у нас на очереди это К-21 ХЦ-8, южно-корейский средний танк на шасси БМП К-21. У него была установлена башня бельгийского производства, дорогие друзья, ХЦ-8, вооруженная 105 и 120 мм пушка. Также сотрудничая с украинскими разработчиками, а точнее инженерами, был разработан 105 мм ПТУР Фоларик с максимальной дальностью стрельбы 5 км. Ракета была оснащена тандемной кумулятивной боевой частью, способна преодолевать динамическую защиту. Ну и следующий у нас на очереди машина, которая появится совсем-совсем скоро в нашей игре в виде премиум танка Объект-187. Один из прародителей Т-90, это экспериментальный основной боевой танк, который был разработан в Уральском конструкторском бюро машиностроения. Было произведено всего 6 штук данной машины, но в серию они так и не пошли. Что же уникально в этой машине, что же мы получим за прем танчик? У этой машины была усиленная верхняя лобовая деталь, также у него была сварная башня, динамическая защита реликт нового поколения. Стояла у нас 120 мм гладкоствольная пушка повышенной баллистики, которая была изготовлена на заводе номер 9. Также на стволе был установлен дульный тормоз для уменьшения длины отката из-за возросшей мощности орудия. Ну а следующий у нас на очереди АГЕКС-787 Гадюка. Что же интересно в этой машине? Машина разрабатывалась на базе Т-72АБ во времена Советского Союза. Но далее разработка данной машины была прекращена и теперь один опытный экземпляр находится в Кубинке в Москве на хранении. Но что же из себя представляет машина? По бортам ближе к корме были вмонтированы, точнее извиняюсь дорогие друзья, 30 мм автоматические пушки 2А-72. Также были пусковые установки с неуправляемыми авиационными ракетами, да-да ребятки авиационными на самом деле, которые не наводились. Блоки были соединены единым валом, наводились они синхронно. Данная машина не знаю будет на каком уровне у нас располагаться в нашей игре, но скорее всего на ветке тяжелых ББМов. Потому что у нас присутствует очень хорошая динамическая защита, которая стоит на 72-ке. Ну и корпус соответственно никаких изменений в данной разработке этой машины не потерпел. Так что он останется такой же как на обычной 72-ке. Ну а следующая у нас машина и последняя на сегодня будет Корнет-М на базе бронемашины Тигр. Что же особенного в данной машине? А особенности у нас неплохие. В реальности эта машина может по дороге достигать 140 км в час, потому что у него стоит очень сильный движок. Также на боевой машине установлены две автоматических выдвигаемых пусковых установки специальными системами на 4 контейнера, а точнее с птурами. Это получается две установки по 4 птура и того 8. Но по желанию заказчика в данной машине может устанавливаться одна пусковая установка с 4-мя ракетами. Как и продемонстрировано, дорогие друзья, на ваших мониторах на скринах данной технике. Также мне хотелось бы честно, было бы весьма интересно посмотреть на российскую версию уже присутствующего ВВ-шки ВВР. Вы представляете, машина будет либо с 4-мя, либо с 8-мя птурами в нашей игре. Российская, на основе Тигра. Это было бы довольно неплохо увидеть другие даже модификации, которые есть. Также мне хотелось бы увидеть в нашей игре Курганец-25, Бумеранг. Было бы неплохо увидеть эти машины в нашей игре. И большое спасибо за представленную информацию паблику Panzersoft, который выкидывал рендеры данной техники у себя в паблике. Ну а для вас вещал Роуж, дорогие друзья. Ставим лайки, подписываемся на канал, вступая в нашу группу Голд Рота. И всем пока, дорогие друзья.